Добрый вечер! Это информационно-аналитическое шоу «Смотрите сами», где мы говорим и показываем про наиболее интересные и значимые события из жизни университета, науки, образования, общественной среды за прошедшую неделю. Вот и сегодня будет много интересного. Смотрите сами. 8 июня опубликован глобальный рейтинг вузов британской КЮЭС 2017-2018 года. Согласно ему, Казанский федеральный университет сумел за год обойти более 100 конкурентов из разных стран мира и сохранить первенство среди федеральных университетов России. Последовательное продвижение КФУ в этом и других международных рейтингах продолжается пятый год подряд. Комментируя на специально созданной по этому поводу пресс-конференции в формате видеомоста в российском информационном агентстве «Россия сегодня» динамику показателей рейтинга КЮЭС ректор КФУ Эльшат Гафуров обратил внимание участников пресс-конференции на то, как менялся количественный состав и качество российских вузов, включаемых в него с 2006 года. Тогда, напомнил Эльшат Равкад, что рейтинговались только 4 вуза России, в том числе Казанский государственный университет. Сегодня в рейтинге уже 24 российских вуза, то есть в количественном измерении, конкуренция выросла в 6 раз. Да и зарубежных университетов год от года становится все больше. Что касается нашего вуза, продолжил ректор Казанского федерального университета, то надо иметь в виду, что статус федерального он получил в 2010-м, когда в состав КФУ были включены несколько вузов, в том числе преимущественно гуманитарного характера. Это привело к известным сложностям с ранжированием, публикационной активностью, и в течение трех лет шел сложный многофакторный процесс формирования, по сути, нового университета. И тот факт, что в этих условиях КФУ год от года динамично поднимается в рейтинге КС, говорит, что выбрана правильная стратегия развития. Дополнительный стимул, которому придал проект 5 ТОП-100, инициированный президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Надо отметить, что в эти же дни был презентован и другой рейтинг – агентство «Эксперт-РА». Там Казанский федеральный университет тоже продвинулся в рейтинге 100 ведущих вузов России. Обсуждению показателей рейтинга QS 8 июня была посвящена пресс-конференция в формате видеомоста «Москва-Владивосток-Лондон». Он состоялся на площадке Международного информационного агентства «Россия сегодня». Основными спикерами выступили ректоры КФУ Ильшат Гафуров, Ниту Алифтина Черникова, МГТУ имени Баумана Анатолий Александров и региональный директор компании QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева, отвечавший на вопросы экспертов из Лондона. Комментируя динамику показателей рейтинга QS, Ильшат Гафуров обратил внимание, что на сегодняшний день число российских вузов, попавшие в рейтинг QS, возросло до 24, что значительно усиливает позиции страны. Среди ключевых факторов, позволивших КФУ подняться в рейтинге QS на 60 позиций в сравнении с предыдущим рейтингом, Ильшат Гафуров отметил коллаборацию ряда институтов QFU в направлении трансфера технологий и развития междисциплинарных исследований. «Это говорит о том, что та стратегия, которая была принята в 2011 году, она достаточно правильно оказалась, хотя в результате создания Федерального университета мы же присоединили огромное количество гуманитарных вузов. Одновременно отвечаем интересам республики, на территории которой мы расположены, регионы. Это прежде всего привозки федерального округа, и мы участвуем в проекте глобальной конкуренции». Региональный директор компании QS по Восточной Европе и Центральной Азии Зоя Зайцева поддержала позицию ректора КФУ. Она заметила, что те или иные перемещения наших вузов в рейтинге QS, даже некоторое снижение позиций трех российских университетов в сравнении с прошлым годом, вовсе не означает, что они стали хуже работать. Возможно, как раз наоборот. Представитель QS также отметила прямую связь между продвижением российских вузов в мировом рейтинге и работой программы повышения глобальной конкурентной способности 5100. Эта программа предполагает, что пять российских вузов в 2020 году должны войти в первую сотню ведущих университетов мира. Если посмотреть на активность Британского совета, Института Франции, Института Конфуция, все вот эти организации занимаются тем, что продвигают культуру и образование своей страны. У России до недавнего времени ничего подобного не существовало в принципе. Возможно, нам это было не актуально, но по крайней мере сейчас отчасти проект 5100 берет на себя такую функцию. И этот эффект работает на все университеты, неважно, участвуют они в проекте или нет. Ключевым фактором стоит еще отметить прием иностранных студентов в российские вузы. В последнее время работодатели по всему миру стали лучше воспринимать выпускников из России. Если раньше за рубежом широкой известностью пользовался только МГУ, то постепенно и другие вузы приобрели определенную узнаваемость. Например, Казанский федеральный университет лидирует в России по темпам прироста зарубежных студентов и намерен довести их количество в 2017-2018 учебном году до 5000 человек. При этом стоит отметить результат успешной научно-исследовательской деятельности университета, подтверждаемой публикациями. Еще одно значимое и знаковое событие для республики в целом состоялось 5 июня. Впервые в этот день собрался совет при президенте республики Татарстан по науке и образованию, созданный, к слову, во многом по инициативе ректора Казанского федерального университета. И не случайно, а вполне оправданно, что выступление Ильшата Гафурова стало одним из центральных и самых обсуждаемых на этом совете. Как сделать так, чтобы наука и промышленность республики в координации с правительством Татарстана вышли на лидирующие позиции не только в стране, но и в мире. Собственно, об этом шел предметный профессиональный разговор с ректорами вузов и руководителями крупных предприятий. Что необходимо для достижения данной цели? Смотрите сами. 5 июня состоялось первое заседание совета при президенте республики Татарстан по науке и образованию. Встреча прошла на одной из площадок Казанского национального исследовательского технологического университета имени Туполева сразу после демонстрации возможностей к НИТУ КАИ. Главной движущей силой развития научно-технического потенциала нашего региона является федеральный и два национальных исследовательского университета. Татарстан по-прежнему показывает заметную положительную динамику в научно-инновационной сфере. Многих интересует, в какой мере ощутимый рост восполнил упущение в области фондирования научной и научно-технологической деятельности, которые наблюдались в 90-е. Данный вопрос поднял, в частности, ректор КФУ. В своем выступлении Ильшат Гафуров обратил внимание на судьбу большого количества вузов и научных центров в Казани. Поскольку подавляющее большинство вузов работает исключительно как образовательное учреждение, поставляющее кадры для нужд народного хозяйства. Поэтому зачастую при встрече с руководителями предприятия, как радости руководителей почти всех наших крупных предприятий, находятся и здесь, всегда возникают одни и те же вопросы – кого, для кого и какого качества специалистов мы готовим. Также ректор КФУ упомянул о глобальных рейтингах научных центров. На сегодняшний день только Казанский федеральный представлен в мировом пространстве, несмотря на то, что каждый из крупных университетов Татарстана работает как минимум на один из предметных рейтингов. Теперь всем высшим учебным заведениям республики предстоит выйти из исключительно образовательной системы концепции «Университет 1.0» и перейти в число вузов, разрабатывающих и внедряющих технологии, перейдя в работу концепции «Университет 3.0». Немало важно, что и рейтинги способны увеличить престиж региона на глобальном рынке. Существующий у нас до ныне формат организации высшего образования мировой аналитики традиционно классифицируется как «Университет 1.0». Цифры обозначают количество миссий университета. В свою очередь, университеты модели 2.0 нацелены на обучение и научные исследования одновременно. А вот уже в университете 3.0, в формате которого работают ведущие вузы мира, к двум последним миссиям добавляется еще и коммерсализация знаний. В итоге первого заседания удалось достичь понимания необходимости выводить вузы республики на международный уровень. По результату заслушивания докладов и последовавшего обсуждения Совет внес полтора десятка рекомендаций для формирования президентом Татарстана поручений и внесения поправок в законодательные акты. Несмотря на то, что первое заседание ставило своей целью лишь сбор общей информации по поставленной проблематике, следующие встречи будут носить более сфокусированный характер и проводиться регулярно. А сейчас еще об одном существенном достижении, связанном напрямую с Казанским федеральным университетом. На минувшей неделе в университетской клинике «Казань» провели первую операцию по аортокоронарному шунтированию. Это не только знаменует собой столь ожидаемое появление в столице Татарстана второго крупного центра по лечению сердечно-сосудистых заболеваний путем высокотехнологичных операций, но и собственно рождение высокотехнологичного медицинского центра на базе Казанского федерального университета. А это уже серьезный шаг на пути продвижения стратегически важного для каждого из нас, для страны и республики, для университета медицинского направления, не опирающегося на самые современные технологии лечения. В университетской клинике «Казань» начали проводить операции на открытом сердце, аортокоронарное шунтирование. Операция заключается в том, что, используя собственные сосуды пациента, проводятся дополнительные пути для кровоснабжения сердечной мышцы в обходах суженных или закрытых участков. Впервые же проведенная операция на открытом сердце была выполнена на работающем сердце без использования аппарата искусственного кровообращения. «Что требует определенной сноровки, опыта от оперирующих хирургов, но является более легким вариантом операции для самого пациента, поскольку меньше разрушаются факторы свертывания крови, форменные элементы крови». Технически эта операция считается более высокого уровня, чем оперативные вмешательства, проводимые в условиях искусственного кровообращения. «Нельзя сказать, что количество операций, которые требуются на население Республики Татарстан, адекватно требованиям, которые были сформулированы Всемирной организацией здравоохранения. Поэтому открытие второго в Казани центра, занимающегося кардиохирургическими вмешательствами, в общем-то обоснованно и вполне вписывается в ту дорожную карту, которая была принята Казанским федеральным университетом». С 90-х годов на базе городской клинической больницы номер 6 существовал Казанский центр сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Медведева. Здесь выросла большая плеяда кардиохирургов, которые сегодня составляют золотой фонд профессионалов в этой области, не только в татарстанских клиниках, но и в России. В том числе отсюда растут корни и детской кардиохирургии, которая развернулась в ДРКБ в настоящее время. В 2016 году больница вошла в состав университетской клиники «Казань». «Мы будем иметь свою специфику по выполнению операций. Основное внимание мы хотим обратить на лечение нарушения ритма сердца, на выполнение операций в условиях мини-доступов, то есть это мини-инвазивная кардиохирургия». В рамках оказания высококвалифицированной медицинской помощи подобные операции по квотам Российской Федерации и Республики Татарстана в университетской клинике «Казань» проводятся бесплатно. Сегодня, когда страна празднует свой главный день – День России, самое место вспомнить, что волею судеб ему предшествует праздник русского языка, приуроченный ко дню рождения Александра Сергеевича Пушкина. Напомню, что сам День России, именно 12 июня, связан с тем, что именно в эту дату, в 1990 году, была принята декларация о суверенитете Российской Федерации. А спустя год, тоже 12 июня, Россия избрала своего первого президента Бориса Ельцина с фантастическим тогда результатом. Думаю, что стоит напомнить и то, что 12 июня 1991 года в Татарстане также был избран первый президент Ментимир Шаймиев. Среди моря вопросов, проблем, задач, планов, идей и даже откровенных прожектов одним из центральных в эпоху больших перемен оставался вопрос сохранения, приумножения родного языка. И как тут не вспомнить, что фактическим рождением русского языка в его нынешнем сочном и многогранном виде, в его красоте и величии, мощи и нежности мы обязаны прежде всего таланту Александра Пушкина. И в этом контексте знаменитая «Пушкин наше все» звучит вполне оправданно. Он был солнцем русской поэзии, и патриотом, и вольнодумцем, страстным малым и мудрым, чьи думы спустя две сотни лет заставляют нас восклицать «Айда Пушкин!». Но кто лучше него смог сформулировать мысли почти про все, что нас волнует из века в век? Его можно читать и перечитывать бесконечно, и всегда находить новое и суперактуальное именно на момент, когда взялся прочитывать строки гения. И потому Пушкинский день был и останется для России одним из самых главных в календаре. 6 июня прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Русского Языка. 218-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина. Студенты Казанского федерального университета приняли участие в парадном возложении. Твиток к памятнику великого писателя. С участием представителей руководства Татарстана. Там же прошел поэтический митинг. Завершением праздника стал торжественный концерт. Также ежегодной традицией являются лекции, посвященные Дню Русского Языка и Литературы. На мероприятии выступили со своими докладами профессора и доценты кафедры русского языка и прикладной лингвистики. День Русского Языка начинает праздноваться с 2011 года в России. И учрежден этот праздник в 2010 году по инициативе ЮНЕСКО Организации Объединенных Наций. Совершенно естественно, что этот день совпадает с тем днем, который для русского человека уже много лет является Днем Русского Языка. Это день рождения Александра Сергеевича Пушкина. И поскольку в последние 10 лет этот праздник широко отмечается, то о нем знают буквально все. Я не думаю, что существуют люди, которые бы этого не знали. И, конечно, наша высшая школа русской и зарубежной филологии, Институт филологии и межкультурной коммуникации отмечает этот день ежегодно. И традиционно мы отмечаем этот день актовыми лекциями ведущих преподавателей, которые рассказывают о том, как язык Пушкина трансформируется в литературе, в языке сегодняшнего дня. Сегодня у нас будет очень интересная лекция молодого преподавателя о пушкинском мифе в русской рок-поэзии, которая уже считается классической рок-поэзией 80-х годов. И это мероприятие традиционно привлекает большой интерес, потому что русская литература жива, русское слово живо, и, конечно, все это продолжает развиваться. Праздник способствует творческому общению, является источником вдохновения и укрепляет развитие русской культуры и международного сотрудничества в гуманитарной сфере. И поскольку сегодня день России, следует вспомнить, что в главный государственный праздник, который отмечаем не в самых простых условиях, что в очередной раз переживает наша страна, мы вновь и вновь обращаемся за помощью к своему оптимизму, вере в людей, в лидеров, в большой разум и мудрость, присущие только России и россиянам. Почти полгода назад в нашей студии Диляра Умарова для зрителей нашей программы исполнила песню, что в непростое время вновь стремительно стала хитом, уже в головах юных россиян. Песня такого, как Путин, как раз и есть добрый, почти народный знак оптимизма, легкого юмора, доброты и веры в лучшее. Такие дела. Смотрите и слушайте сами. С праздником вас в нашей России. Встретимся с вами ровно через неделю. Так меня достал, я его прогнала. Я теперь хочу так, как Путин. Такого, как Путин, в полном рассе, Такого, как Путин, чтоб не избил, Такого, как Путин, чтоб не обижал, Такого, как Путин, чтоб не убежал. Такое, как Путин, чтобы не убежал. Такого будет, чтоб не пристал Такого будет, чтоб не пристал Такого будет, чтоб не пристал Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон